хорошее хорошее вот отсюда только что заяц выбежал змея змея уползает змея ребята под замком волна поднимается блин тут прям пороги переплося лежит только дом зашел но уже охренел поисках затерянных троп каких-то всем привет сегодня у нас уже июль я еду в очередной одиночный пешеводный поход я уже добрался до северодвинска сейчас идут на станцию водогон откуда по кудинской колейной железной дороги уеду в поселок белое озеро если все будет попалу то планирую пробыть в тайге примера четыре дня пройти порядка 70 может быть километров часть сплавом часть пешком в общем посмотрим как пойдет сейчас двигаю на станцию поезд где-то почти через час отправление поезды довольно позднее здесь только в пять вечера сегодня среда вот соответственно в поселке я буду где-то пол седьмого только и сразу же двинул там на одно озеро для него идти где-то примерно полтора часа то есть я к 8 буду только на месте буду разбивать лагерь и ночевать там и завтра уже по сути начнется основной маршрут мы сегодня у меня такой немножко чиловый денек не так много идти мне сумме на порядка километров 10-11 на грязи может быть попробуй даже всем порыбачить немножко я покрас с собой естественно удочка спинел но добрался до поселка белого озера в поезде было очень много народа поэтому сегодня снимал в общем то здесь не задерживаюсь поселке зашел в магазин он купил себе чайку и выдвинулся сразу же на место ночевки на него идти мне сейчас идет еще около часа мне пацаны тут подсказали классное местечко изначально хотел прямо поселка встать на ночь но судя по рассказам и друзей то место куда я сейчас иду гораздо более живописное гораздо более классное на самом деле все не выгоднее именно там встать потому что завтра я пойду в ту же сторону еще дальше тест на вот идти на это все меньше это всего там зато обещают дождь второй половине дня поэтому я как раз успею переехать ну и дальше в если дочь накроет так уже буду на месте стоянки меня работать и под дождем кстати говоря рюкзачок на сегодня довольно таки компактный веса в нем в районе 13 килограмм плюс сумка с техникой вот это вот там еще полтора килограмма в общем то в 15 килограмм упихался на четыре дня полной автономки со сплавом то есть у меня с собой лодка весло гамак спальник в общем то полный комплект автономщика вы еды соответственно четыре дня взятом лишь только взгляд бросил в кусты думаю они грибочки вы пособирать и вот буквально только подумал и вот три гриба стоит сейчас режу посту какие они на голове кисты а так то все нарежу может приготовлю вечером нет не поймать и грибочка все червивы оказались недостаточно большие уже все-таки переростки скажем так одно еще поищу еще обязательно поищу хотелось бы конечно в этом походе бы грибочков навернуть свеженьких тоже какая-то речушка здесь больно красивенькая есть интернет так даже течение есть класс самом деле уже скоро выйду к месту стоянки своей буквально но за полчаса точно подойду пока иду уже обогнали мне две машины уазик и шишига народу едет туда причем что уазик шишига были вы полностью полная с народом но в этой дороге еще есть поселение там другой стороне совершенно воскресенным туда едут активы деревушкой что-то значит туда развилки поселение будет слева мне будет направо надо какие-то конструкции металлические чармет такая дура лежит тесно что-то было такое меньше шишига проехала ну 15 до сих пор услышал это лупит уже скорее всего по другой дороге там нет по моему я седу посмотрю грибочки и что-то больше честно говоря не видел только те три и все ну хотя опять же я в лес не заходил так у дороги гляду о только заговорил про грибы стоит такой здоровый даже резать не буду красавчик стоит подрежем не тоже внутри весь червивы можно качество по срезать но если один твой смысла нет поэтому оставлю здесь так вот на том повороте уже будет озеро и стоянка моя сейчас вывершу горочку такую не такая большая но все-таки саша затяжная блин лес такой шикарный здесь бор сосняк один вообще больше некий деревьев нет чисто сосны местами он беломошники красота вообще на я хочу есть осталась реально хочу блин ну вы гляньте только на этот лес красотища же еще такая борозда антипожарная видимо прикольно дом на дереве типа засидка на маленькая засидочка совсем так вот и моя отворотка как я понимаю направо это озеро пока не вижу но она видимо после спуска будет сейчас этого до шишига ушла в сторону деревня здесь вот нету таких свежих следов как там я там буду скорее всего один в общем-то в пути я был чуть больше часа где-то 1.15 на самом деле рассчитывал на полчаса позже прийти но поезд приехал чуть раньше сегодня не дошел быстро дорога хорошая прям замечательная дорога здесь не стал брать тапки взял кроссы и по-моему это лучшее решение за сегодня мне по крайней мере сейчас я кайфы вот озеро да красота то какая аж какой она сам супер вообще супер я пойду стоянка искать какую-нибудь прикольно мне чуваки сказать здесь четыре стоянки должно быть две прям хорошие две не очень я будем искать их сбор даже без по крафт накачивать поплавать по озеру сегодня а вот и стояночка какая-то говорят здесь из класса стенка где есть тарзанка это рамки чуть здесь не вижу полянка хорошая еще и под уклоном то есть сверху меня не видно будет в теории хорошее место засрана конечно немного хотя насекла бы что-то засрана что-то такое все прям как будто бы оставлены ой какой стоит он еще один блин места до шикарные конечно очень шикарный супер здорово нифига ты тут решил офигеть я ваш труш на выживание было здесь кого-то как я понимаю нормальная стоянка вот на том берегу сейчас да он там этот под тарзанку выход короче минуту сторону надо значит покрас накачали переплыву думаю так и сделал вроде не занят там ничего не никого нету чина озера никого нет замечательно сама по крафта хочу накачать порыбачить сегодня немножко поэтому не хочу обходить переплыву и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошло 3 минуты 50 секунд. Ну все, собрался поплывочную стоянку вон на том берегу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обалдеть, какая здесь вода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прозрачнейшая вообще. Охренеть. Какое классное место, а? Ох, нифига, тут стоянка. Прям мощь. Даже посуда есть. Чайник есть, офигеть. Но я планирую здесь остаться. Сейчас немножко поисследую местность. Ну, здесь, кстати, дороги-то и не видать еще даже. Она не так далеко здесь, но и не видно. Блин, кайфовое место. Очень кайфовое. Ну, разве не красивый пейзаж? Блин, здесь даже пенки запрятаны, чтобы задницу опустить. Офигенно круто. Да, по мелочи дрова вот такие валяются. Я их, в принципе, наверное, и поджигаю. Это вот дожгу все. Большого костра делать не буду, так. Чем есть, потоплю. Мне большого-то костра вроде не надо сегодня. Большого костра. Большого костра. Что за меня костерчик-то полыхнул? Слишком капитально, блин. Какое-то, видимо, очень смоленистое полено. Подкинул сверху вот это вот. Только повесил. 30 секунд не прошло, он уже шипит весь. Офигеть. Так, вид готов. Сушенка тоже. Наконец-то буду сейчас ужинать. С таким вот прекрасным видом за столом буду сидеть. Вау. Чайник уже тоже скипел. Но сейчас, наверное, чай не буду пить. Оставлю его на потом, чтобы он остывал. Сегодня, наверное, водичкой я перебьюсь. Ну и костерок там небольшой горит. Такая тишина здесь вообще. Супер. Сейчас еще ветер подстег. У тебя приехал небольшой ветер был. А сейчас абсолютно штиль. Собрал уже спиннинг, удочку собрал. Сейчас немножко пойду порыбачу даже. Здесь у меня такая мысль. Потому что здесь висит вот такая вот голова. Щучья. Ну и кореша мне рассказывают, что они здесь щуку поймали. Кстати, возможно, это она и есть. Только сейчас ходил прогулялся. Посмотрел, какая дорога завтра меня ожидает. Дорога здесь хорошая. Сейчас вон закат. Красивейшее место вообще. Так все подсвечено классно. Очень здорово. Очень нравится мне здесь. Прям вот шикарнейшее место. Не зря Андрюха меня уболтал именно сюда идти. Андрюха, привет. Шикарное место. Времени уже 9.30. Сейчас думаю полчасика порыбачу. Тогда пойду уже гамак вешать. Завтра у меня подъем довольно ранний должен был быть. Часов, наверное, в 7. Надеюсь, стало нормально. Не просплю. Завтра попробую найти избушку там одну. Смотрю избушку. Но ночевать осталось там на острове, наверное, в гамаке. Поплавочку закинул. Стоит. И кидаю на вертушечку со спиннинга. Прозрачнейшая вода вообще. Блесну так классно видно. Вон как идет. Шикарно. Может на покрафте выплыть, немножко поплавать. Опа-на. Щучка. Эй, сошла. Но мелочь, все равно отпустил бы. Ну, значит, и есть тут рыба. Значит, здесь можно ловить рыбу. Да, щучка схватила. Грамм 300, наверное, такая. Эй, хорошо, что сошла. Сама. Опять что-то схватила. А куняга? Сама, прикол. Если надо брать, не брать. Наверное, не брать. Все-таки он довольно небольшой, хоть и на блесну. Такой вот. Беги. Что-то окуней не хочу, блин. В прошлый раз с ними мучился. В этот раз не хочу. Будет щука, будет хорошо. Не бой щуки. Все, подпускаю. Да, уже вторая поклевочка. Проплыл-то здесь всего ничего. Вон костер. Рядом с ним начинал. Ни хрена здесь окуней. Стая, просто стая окуней. Вот они все пришли оттуда. Поклевки три было, пока вел щеблесной. Охренеть, их тут сколько окуней-то. Такие нормальные окуня-то, судя по внешнему виду. Где-то в талосе стояли. Ну, вот еще иной окушок. Такого же размера. О, пускаем. Он побежал, побежал. Блин, до сих пор вижу его. Вот до сих пор увижу. Все, не вижу больше. Не, даже скажу, здесь более-менее прикольно. Порыбалки можно, значит. На удочку-то здесь вообще по-любому можно нахуй наловить спокойно. Окуней-то вот этих вот. Играется классно, блесна. Вот только что был выход хорошей щуки. Вот где-то здесь. Прямо вот только что. Прямо вот хорошей щуки. Где-то в районе килограмма, может быть. Еще пару раз кинем. Блин, скорее всего, она ушла. Она два раза пыталась клюнуть. Два раза укололась. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Во-во-во-во-во. Хорошая щука хоть. О-о-о-о. Хорошая, хорошая. Ух, как гнет. Ух, как, ух, как. Не-не, давай не вот корягу. Опа. Опа. Сошла, падла. Блин. Хороша щука была. Не успел достать. Вот надо было перехватывать руку и схватывать сразу же. Ах ты черт, а. А щука хороша была. Фу, аж адреналин поднялся. Вы только посмотрите, какой сейчас божественнейший закат. Ну, шикарно ведь. Ну, ведь прям хорошо. Блин, мне очень нравится это место. Вот прям классное. Я очень хочу еще сюда приехать как-нибудь в этом году. И еще я хочу сюда привезти старичка. Мне кажется, ему здесь понравится. Поблеснить, поджиговать. Лодки, ух, красота. Ну, идеальный вечер. Просто идеальный вечер. И похер даже, чтобы щука сорвалась. Вообще похер. И без этого все шикарно. Ладно, погреб я в лагере. Уже время и так, наверное, 12 часов. Блин, что-то я задержался здесь. Капец с этой рыбалкой. Ну, фраж, фражо, блин. Такая щука, тем более, схватила нормальная. Хотелось покидать, еще посидеть, конечно. Ну, ладно, ничего страшного. Честно говоря, я думаю, с такой рыбалкой может даже пораньше встать. И порыбачить, ну, с утра на зорьке, скажем так. Может, часов в шесть. Не знаю, может быть, и не встану. А может, и встану. Такой вот опять прекраснейший закат. Но теперь вид сверху. Честно говоря, я думал, плавал я долго. Думал, уже первый час где-нибудь там. А еще только начало 12-го оказывается. То есть я проплавал-то, ну... Сейчас получается, еще больше часа. Короче, я даже еще из графика не выбился. Но сейчас сначала повешу гамак. На самом деле, наверное, спать пойду. После того, как гамак повешу. Ну, что-то пораньше встану. Ну, все, натянул гамак. Здесь вот на спуске. Больше даже внизу, чем наверху. Вход у меня с этой стороны получился. Вот. Здесь у меня вход. И вид будет вот как раз туда. Буду лицом спать сюда, ногами туда. Вид будет шикарный. Времени без 9.12. В принципе, я готов идти спать. Вещи все собрал. Все там аккуратненько положился под гамачок. Так, если кто-то придет, тогда же будет непонятно, что здесь кто-то есть вообще. Пока гамак не увидят. Поляну все прибрал. Ну вот, времени ровно 12. И я завалился спать. Закат сейчас все так же прекрасен. Буду засыпать, наслаждаться красивейшими видами. Ну и, наверное, уже это завтра. Ну, в общем-то, утро второго дня. Времени без 15.7. Думаю, надо вставать и немножко порыбачить. Кстати говоря, небо затянуло тучами за ночь. Но дождя не было. На озере ряб небольшое. Но я думаю, порыбачить можно будет нормально. Да, здесь какие-то сумасшедшие дрова вообще. До сих пор все дымит. Да, да, вообще углик краснющий все. Офигенно. Даже собору сдувать-то не надо, она сама все разгорится. Кайф. Кушок. Хороший в чем кушок. Удивительно, что он облеснул. Довольно сразу же клюнул-то. Сейчас стою буквально минут 5, наверное. Да меньше, наверное, 5 минут стою. Заброс на седьмой, на восьмой, наверное, вытащил. Блин, на попок. Вообще сегодня херово ловить с такой рябью. Я вообще... Ну, не понимаю, когда он дергает. Если дергает вообще. Глазам прям тяжело следить. Потому что здесь только что стайку видел окуней. Наверное, должна бы клюнуть так-то хоть что-нибудь-то. Правда, у меня опарыш, не червь сегодня. Не знаю, покидаем, поглазеем. А я пока со спиннингом дальше пойду. В общем, рыбалку я уже сегодня закончил. Больше, честно говоря, ничего не поймал. Одинок он только остался у меня. Ну, там еще удочка лежит. Может быть, что-то их схватанет. Не знаю. Развел костер уже. Готовлю поесть. Надо уже собираться, выходить скоро. Честно говоря, погода как будто бы разбуливается. Там вот вроде даже небо голубое. Здесь у нас солнце пробивается. Ну все, завтрак готов. А гамак собран. Уже ничего не висит. Стасу Капакрав собрать до удочку. С веслом снизу и все, наверное. Ну все. Я вроде все собрал. Сейчас единственное, что возьму воду. И пойду, залью костерок. Какие-то дрова сумасшедшие вообще. Очень круто горят. Долго капец. Ну вроде ничего не забыл. Костер потушен. Вроде как все. Шикарнейшее место. Надеюсь, я в этом году еще побываю здесь. Если не в этом, то может быть в следующем. Замечательнейшее место. Очень мне понравилось. Сейчас я где-то примерно за час должен подойти к предполагаемому месту с избой. Я не уверен, что там есть изба. Но вроде как что-то видно по спутнику. Вообще в этих местах я никогда не был. И весь оставшийся маршрут мне будет в совершенно неизвестных местах. Причем у меня еще и, наверное, знакомых тоже здесь никто не был особо. То есть вся информация, которая у меня есть, это просто изучение онлайн-карт спутника. Время сейчас где-то 9.25. Ну и к 12.00 мне надо уже по-любому быть на озере, где буду становаться на ночь сегодня. Полагаю, мне дойти часа два где-то. С остановками на избея и там все вот это вот. Так, вот дорога. Вот оно, настоящий нормальный гриб, чистенький красноголовичек. Убрать пока, правда, некуда, наверное, в руках понесу. Вот уже второй чистенький. Сегодня какие-то все красивые пошли. Прямо у дороги рядом стоят. Ну все, сегодня жареха уже обеспечена мне. Но я все равно буду поглядывать еще, наберу, может быть. Блин, хорошие места для сбора грибов на самом деле. Видно очень издалека. Такие красные шляпы, этом почти беломошники. Примечательно видно. Вон впереди грибобас стоит. Вон как хорошо видно отсюда. Отсюда до него идти, идти. Да, вот даже два здесь. Вот они, красавчики, два. Все мне проверять. Ну все, пошли уже киношные красноголовики. Вот раз. И вот два. О, какие места тут. О, красота. О, подошел к озеру, где изба стоит. Вон озеро впереди. Здесь дорогу-то отворачивает. А мне вот сюда. О, где-то подхожу совсем к избе. Буквально пару минут и буду там. Ого, тут стояночка есть. А что здесь рыбачит народ-то? К любому рыбачит. Типа удочкой он что-то стоит даже. Мне вот туда, кажется. Блин, не успел снять. Вот отсюда только что заяц выбежал. Ну-ка, где следы его? Такой кабан здоровый. Думал, собака сначала. Это заяц. Не, не видать следов у него, блин. Плотный грунт слишком. Вот сюда вот убежал куда-то. Такой пельмень вообще. Офигеть. Так, подхожу к каким-то жидким местам. Переоделся в сапоги. Какой-то мост вроде. Прео, ну-то скользкий, зараза. Избу вижу впереди. Зашел до избушки, проверю, кто там есть. Нет никого. Вот такая вот здесь изба. Довольно старая, но сделана как будто бы дом деревенский. Здесь вот такой вот как предбанник, как веранда типа. И избушка. Избушка вообще небольшая на самом деле. Маленький столик, нара. И печка круглая, большая. Я сейчас сфоткаю, наверное, со вспышкой. Будет лучше видно. Там я фонарик на телефоне не справляется с этим. А так, сруб, кстати, добротный еще. Прямо добротный сруб. Крыша вот, правда, немножко прохудилась. Но в целом избушка пойдет. Более чем пойдет. Заночевать. Там, если что, окно закрыто еще у нее. Я понимаю, там вставня металлическая. Ее вроде как можно открыть. В теории. Не, походу, она мертва здесь. Честно говоря, мне здесь место само не очень нравится. Даже, ну, элементарно гамак негде повесить. Здесь только вот там, где-то в кустах каких-то. И, мне кажется, проблемы с дровами могут быть. Здесь такой вот выход к воде. Дно похоже на ежмозерское. Да, песчаное дно. Тоже довольно светлая вода. Ну, прикольно. Прикольно здесь. Ну, в общем, что могу сказать. Изба, конечно, старая. Прямо старая. Но еще вполне хорошая. То есть, конечно, тут уже подгнило вот в этом месте, например. Ну, это из-за крыши. Крыша прохудилась. Здесь надо крышу поменять. Изба еще постоит. Вполне постоит. А так, в целом, изба хорошая. Мне понравилось даже более-менее. Ну, так, где-нибудь на шестерочку из десяти. Заночевать можно было бы при желании. Ну, наверное, больше здесь стоять не буду даже. Пойду дальше сразу. И еще на озеро идти куда-то вот в ту сторону. Ну, вот, вышел с СБ обратно на дорогу. Сейчас, единственное, кроссы переодену обратно. В сапогах. Что-то, блин, не очень комфортно идти здесь. И все, я буду дальше наваливать. Я еще, наверное, сегодня даже полпути не прошел. Времени уже почти 11. Что-то долго проторчал на избе. Да и пока грибы собирал, то же время отнимает довольно много. Дошел до развилки. Дан дорогу туда, дан туда. И дорога становится явно хуже. До сюда. Вон, какая хорошая. А дальше она уже такая подзорочная. Видимо, здесь и лесу бывает кто-то. Ухожу все дальше и дальше в леса. Лес, кстати, другой стал. Смешанный стал. Опа. Кто-то был здесь недавно. На самом деле, я иду и прям грибов-то много. Встречаются прям они. Вот прям есть. Но червивые все. Ну, там 95% из них червивые. То есть я вот за все это время не задом. Их был в 6-7 уж взял. От силы. Ну, вот тут ни хрена себе шляпы-то выросли уже. Ну, вот сейчас их срежем. Посмотрим, сколько они внутри уже никакие. Ну, вот никакой совершенно уже. Это тоже самое. Еле стоит он. То же самое. Мелких рядом ни одного нету. Очередная развилка. И очередное ухудшение дороги. Но сюда ездили на квадрики не так давно, кстати говоря. Трава примята. Может быть на той неделе. Может быть даже и на этой. Кто-нибудь узнает. Офига тут лежневки такие. У меня куда-то туда надо сейчас двигать. Пока все прямо. Не знаю, здесь в кроссовках-то пройду вообще или нет. Похоже, что нет. Да, не зайди мне в кроссовках туда. Теперь двадцать часа будут сапоги уже. Ну, в любом случае, скоро лес сворачивается. Змея, змея, уползает. Змея. Уползла. Прямо из-под локвы уползла. Ужик, наверное, не знаю. Вряд ли гадюк это. Что-то я не обратил внимание на ее на лицо. Лежит здесь среди палок. Блин, ее вообще не отличить от палок-то этих. Красота. Ну, кстати, дождя пока не ожидается. Хотя время-то уже полдвенадцатого, наверное. Так, ну все. Я уже почти подошел к повороту уже в лес. Дорога вот кончается, по сути. Опа-на. Что я нашел? Морошка. Красненькая. Ну, первое в этом году сорву. Съем недозревшую. Так, значит, скоро уже надо будет ехать за морошкой. Буквально недели две, три. Конец июля, да? Короче, надо будет ходить сейчас по лесам. Проверять. Ну, вот и все. Отворачиваю я с дороги в лес. Сейчас до первого озера. У меня идти метров двести пятьдесят примерно. Потому что надо будет до второго дойти. И шо, ура? И шо? Подсекают у тропу человечью. И затески есть. И даже следы местами встречаются на грязи. О, этого года следы. Так что куда-то я иду здесь. Так-то озеро уже где-то метр в ста пятидесяти, наверное. О, здесь лес свалили. Да, да, тропа есть. Какая-то. Хоже, наверное, здесь ходят люди-то. Бывают здесь. Только что, кстати, связь поймал. Просто вот нигде иду, по навигатору ориентируюсь, и вдруг словил связь. Смог даже дозвониться до дома. Единственное, что было бы слышно меня, как я понимаю. Но он сказал хотя бы, что все в порядке. Ну, в общем-то, дождь начался ровно по прогнозу. Времени 12.20. И уже минут с пять идет дождь. А я тем временем подошел к первому озеру. Вот оно. Это озеро небольшое. Там второе побольше будет сейчас. Я думал, здесь может какая-то тропа есть по берегу. Похоже, здесь нихрена нету. Вот оно какое. О, палка по джерлице стоит, вижу. Ладно, мне сейчас надо вот туда пройти. Примерно, и оттуда уже до избы. Ну, в общем-то, у меня сейчас идет настоящее трушное вламывание. Такую старенькую багульника. Да, тяжеловато по нему идти, конечно, тяжеловато. Все, уже отхожу от озера. Трушно наваливаю, конечно, трушно. До избы осталось 250 метров. О, я вижу в коридюр среднего озера. Вот и изба, она такая должна быть. О, так нифига. И с одного озера второе видно, в принципе. Синаля, им даже ручей есть по-любому. Что-то их связывать. Тяжело идти по багульнику, поэтому. Прямо вообще высоченные места. Опа, а вот и тропа человеческая. Слабо выражена, конечно, да. Но есть. Есть, есть, есть тропа. Вон озеро. А вот тропа. Да, ведет прям в нужном направлении. Вижу избу. Вон стоит на холме. Уже почти там. Место хорошее, красивое. Да, да, хорошая изба-то вроде. Сейчас посмотрю, есть кто или нет. Я поснимаю поближе. Ха, ни хера себе. Изба-то под замком. И баня что ли, или это старая изба. Я ощущаю, что это баня, наверное. А, нет, изба-изба здесь. Это-таки изба. Ага. Ладно. Ну и вот такое здесь озеро. Вот там довольно большой остров я вижу. Вот туда я, наверное, поеду. Все, покраски собран. Дождь немножко усиливается. Поэтому я уже сразу выплываю сейчас. Прямо бегом-бегом выплываю. Блин, там-то вообще солнце светит практически небо голубое. Ладно, дождь не сильно, не критично. Ой, какие лилии. Красота. Ой, красотишка какая. Чувствую, завтра буду фоткать. Хе-хе. Зашел тут за остров, и вон там, вон впереди увидел еще одну избу. С того места я не видно было, там заливчик был. Сейчас туда не поплыву под дождем, а завтра обязательно сплаваю. Ну, а между тем, я уже почти подгул к острову. Вот остров, где я буду жить сегодня. Не тут. Это слишком маленький. Гамак нигде повесить. Хе-хе. Ну все, я на острове ищу местечко под стояночку себе. Как я понимаю, здесь редко что-то бывает. Это не ежмозеро все-таки, где постоянно кто-то есть. Здесь, кстати, хорошее место. Лагульников хотя бы не так много. Я вроде даже есть где развеситься. Сюда я никаких книг островей, еще ничего не вижу такого. Думаю, может, какой-то обустроенный. Прожженная земля хотя бы. Вот на этой полянке я встану. Гамак идеально встанет. Рядом вода сразу же. Здесь, где-нибудь костер сделаю. Достаточно далеко от деревьев. Достаточно далеко от гамака будет. При этом дрова. Вон валежник рядом валяется. Да, сюда я перееду сейчас. С вещами. Ну вот, обустроил я место себе пребывания. В ближайшие сутки. Даже весло в дело пошло. Все под тентом. Все хорошо. Больше дождем меня не мочит. Ну только покрасно мочит. Сейчас его переверну тоже. А вот здесь, где наверняка киданы ветки эти. Где-то прямо... Ну, сейчас буду делать костер. Вот там подальше, наверное. Ну, чтобы подальше от тента было все-таки. Сейчас пойду с дровами. Значит, бересты где-то попробовать найти. Хорошо, березки есть, но маленькие все. С них и бересты-то взять не получится. И буду делать костер. Потому что уже, честно говоря, обедать хочется. А на обед у меня должны быть, наверное, грибы. Ну все, дровишек вот принес туда. Все нормально. Два бревна кинул. Ну, типа от аежного костра. Там еще третье бревно лежит. Очень подальше. Не принес его еще. Потом принесу. Ну и вот, горит все потихонечку. Аккуратненько слежу за ним. И еще я буду грибы чистить на самом деле. Поставлю их варить. На обед у меня будут грибы. Грибов набрано вот столько. И на обед, и на ужин. Ну, в общем-то, почистил грибы басы. И здесь прям пол котла. Сейчас ставлю их на огонь. И часик покипячу. Так, в общем-то, у меня есть приготовились макароны с грибами. Сейчас воду сливаю. И наконец-то буду обедать. Время уже 4 часа. Грибы очень божественные. Супер вкуснятина. Свеженькие. Но. Кстати говоря, хватило, ну, чуть больше, чем на одну порцию на самом деле. То есть на вечер мне не хватит их. Так, а вот сейчас мне захотелось выпить чаечку. Заварил здесь брусничка и сосна. Должно быть вкусно. Ну, в общем-то, дождь так и не прекращается. Что-то уже полежал тут. Фу, я пообрабатывал. Даже на самом деле заснуть успел. Время уже 6 вечера. Не знаю, ничего не делал особо. Ну, такая погода, что нечем заняться. Только что немножко пошевел костер. Принес вот третья полена, которая у меня осталась. Там напиленное было. Сейчас мне важно поддерживать огонь до ночи. Ну, чтобы вечером вообще приготовить на нем. Чтобы не разводить заново. Ну, а завтра с утра уже буду как-то мучиться разводить здесь, видимо. Такими темпами, наверное, часов в 9 и спать лягу. Дождь обещали до 12 сегодня ночи. Завтра с утра, получается, будет получше погода. Ну, может, встану пораньше, там, часов в 5-6. Ну, в общем, до времени уже 8 вечера. Приготовил себе ужин. Там, вон, чай стоит, остывает уже. Сейчас, наверное, поем до спать уже пойду. Чай, в 9 завалюсь. Лучше завтра пораньше встану. У меня завтра переход 22 километра. Так что, а пораньше будет выйти. КОНЕЦ Ну, все, погнал ложиться спать, на самом деле. Время полдевятого. Костерок немножко так подраскидал. Ну, там уже так догорает. Там одно полено буквально лежит. Все, завалился спать. Что-то поселил в телефоне. Время 9. Ну, я буду спать. Дождь так же идет. По-моему, даже немного усилился. Но на улице довольно тепло сегодня. Ночью обещают плюс 15. Так что, думаю, спать будет комфортно. Пришлось убрать весло, кстати, которое здесь подпирало тент. Потому что силиконка. Шов у него не проклеить, и немножко течет он. Начало немножко капать. Пришлось убрать. Когда убрал весло, капать перестало. Ладно, буду спать. Так что, до завтра уже. Третий день, утро. Сегодня прекрасно, выспался. Времени 7 утра уже. На улице вроде хорошо. Солнце светится, погода прекрасная. Небольшой ветерок, правда. Все, начинаю вылезать. Пойду сейчас готовить. Я сразу буду собираться и выезжать. Сегодня время терять некогда. Ну, не, кстати, облачность-то есть на улице. Убежу отсюда. Но при этом и солнце светит. Так что, нормально. У меня за ночь не потух костер. Вон, дымочек идет небольшой. Офигеть. При том, что прошло уже часов 10, 10, как я костер не трогал. И на улице шел дождь полночи. Красота. Сейчас раздую все это. Так, вот гречечка готова у меня. Там уже чайничек стоит на костре. Мусор, естественно, весь сожгу. Здесь не оставлю. Все, позавтракал. Начинаю немножко упаковывать. Уже вещи свои все. Гамак разбираю потихоньку. Сейчас у меня там еще вода догипит. Чтобы взять с собой бутылки. И все. И можно будет уже выдвигаться. Буквально минут через 15. Гамак уже снял. Ставлю скверовку забрать. Иду заливать костер обязательно. Еще перешевелю и второй котел принесу. Ну все, готова к выезду. Костер потушен. Вещи уже надеты. Покраска снаряжен почти. Все, выплываю на избу. Сначала до избы доплыву. Посмотрю, еще и за изба здесь. И потом поплыву как раз вот в противоположную сторону. Дойду там до реки. Где-то метров 800, наверное. Километр может быть максимум. И начну сплавляться сегодня. Сегодня надо проплыть по реке 15 километров. Такие дела. Все, выдвигаюсь. Все, и на озере ветер-то нихера себе. Волна такая нормальная. Изба вон. Мне тут плыть туда. Волна сейчас идет вот туда. То есть мне получается боком надо плыть к волне. Сейчас посмотрим, как пойдет. Там-то если что, обратно вдоль берега нормально. Я уйду. Вот главное до избы дойти сейчас как-то. Ну так-то озеро небольшое. Ниже озеро все-таки. Плыть-то не так далеко. Ну все, выплыл. Пока остров. Ты был классный. Ну так, волна есть, но не критичная, как я понимаю. Все так аккуратненько, медленно и дойду, я думаю. До избушки. Ну вот уже избушка. Буквально метров 200-300 осталось, наверное. Вроде никого нет с вида. Мощная изба здесь, походу, очень мощная. В общем-то зря опылся. Изба закрыта, частная. В общем, даже снимать тогда не буду ближе. Все, еду дальше, выплываю. Волна поднимается, блин. Сейчас догреб до полуострова какого-то. Я, если в траве плыву, хотя бы поменьше волны, блин, здесь и ветра. Блин, волна-то жесткая сегодня. Ну, я скоро уже доплыву. Вот сейчас я здесь между островом и полуостровом пройду. Какой-то вот дырень с травой. И дальше уже по волне дойду до берега. О, здесь ни ветра, ни волны нет. Какая красота. Фу, устал с волной бороться на самом деле. Так, ну где-то вот мне в этот лес уже. Впереди меня. Сейчас надо по карте свериться, куда мне плыть. Ну все, пристаю к берегу, где-то здесь вот. В этой заводе. И отсюда у меня сейчас будет переход пеший на реку. Лес классный. Вот если до реки будет такой лес, то это же вообще лафа. Добегу за 15 минут по такому-то лесу. Все, приплыли. Да, жопа сырая вся. Зараза. Тропа какая-то идет здесь. Тропа есть. Ну все, я собрался. Времени 10 часов. Немного рановато пристал. Надо чуть подальше было. Где сейчас по этой тропе? Да и дойду. Тропа, конечно, редко ходится здесь. Очень редко. Опа. Тропа. Хорошая тропа причем. Вообще шикарная, блин. Вот это я подсек удачно. Ох, на поход, до реки идет, наверное. Сейчас пройдем, посмотрим, заценим. Вот. А здесь такая болотистая местность. Идет дорога. Ее, конечно, плохо видно совсем. Но по карте ее, кстати, видать. Она идет туда вот. Да, благодаря этой тропе я сейчас сильно сокращу время перехода до реки. Потому что по тропе-то гораздо быстрее идется, чем по голому-то лесу. Я тут вон наваливаю километта 4-5 в час, наверное. А по чистому-то лесу километра 2 от силы, наверное. Тропа до главных хорошая и сейчас-то, видимо, ходит. Может, она куда-то выведет интересное место. Вот тут даже, кстати, местами где-то через болото моски типа лежат какие-то. Ну, бревна. Накиданы по тропе. То есть явно тропой-то пользуются. Короче, я вышел на какую-то дорогу. Здесь колея. И вот такая вот хрена тень валяется здесь. Металлическая. Ну, это сани, как я понимаю. Да, металл прям. Еще нашел два гриба. Но единственное, что не проверил их. Сейчас дойду до реки. Там буду проверять уже грудь. Капец. До реки-то уже буквально 100 метров осталось. Уже почти тут. Да, дорога главная вся пропилена везде. Круто. Ну, в общем-то, грибы черевеватые оказались. Только что-то проверил. Забрызгался наконец от комаров и дошел вот до реки. Вот она. Красавица. Вот так она выглядит. О, фига, надо даже что-то типа перекатика небольшого. Ой, так тут шикарно, походу, сплавляться-то будет. Да-да-да, тут даже перекаты небольшие есть. Фига, тут поле шикарное какое. Блин, как здесь классно-то. А что так красиво-то прям? Здорово, очень здорово. Мне здесь нравится, блин. Течение есть хорошее. Я, значит, быстро доплыву сегодня. Единственное, что я думаю, еще может дорогу пройти посмотреть. Все-таки тропа идет-то и вот не сюда, на самом деле. А куда-то дальше. Тут что-то есть еще интересное. Сюда, что ли, тропа идет. Пизики он какие-то. Палка приколочена. Установила здесь было. Вот оно. Да-да, здесь, походу, только остановила одно. Больше, наверное, ничего нету. Но место шикарное, речка классная. Очень пока мне здесь нравится. Дальше что, дороги никакой нету. Может, здесь изба где-нибудь рядом. На, не, пострел по карте. Здесь просто дорога подходит к нам к реке. В принципе-то здесь ничего не должно бы быть, наверное. Да, здесь уже неизина начинается. Да, его снова выходит на поле к реке. Да, начнем здесь, походу, избушки. Может, увижу что-нибудь. Вижу, так остановлюсь. Ну, все. Покрас нарядил. Спиннинг подготовил. На реке я рыбачиваю только на спиннинг. Удочку не буду доставать. Удочка для озер больше. Времени 10.39. Выплываю. Ну, еще даже более-менее по времени. Это нормально иду. Я сейчас с таким течением пройду маршрут за 4 часа. Будет хорошо. Если 11, то я в 3, наверное, закончу где-то. Как раз, наверное, встану на обед в 3. И потом уже у меня будет пеший переход. Блин, здесь очень красиво. Тут-то он прям полноценный перекат. Берег такой шикарный. Вообще здорово здесь. А что все говорят, что уныла речка? Унылая речка здесь. Очень классно. Хотя бы визуально красиво. Ой-ой-ой. Мелко, да. Что-то почему-то мне хочется рыбачить тут. Опять же, покидали, наверное, потом надоест. Ладно, порожек. Как мы его пройдем? Здесь плену табло кинуть сейчас. Речка мне, честно, очень напоминает Ижму. Здесь он прям валуны. Тут прям пороги. Офигительно. Почему я раньше здесь-то не сплавлялся? У меня был классный маршрут здесь. Надо по-любому быстро ехать сплавляться. Шикардос. Не-не, здорово. Прям здорово здесь. Конечно, плесы огромные между порогами. Ну и пороги есть. Да, я не думаю, что здесь порожистая река. Вот сейчас. Я думаю, будет прям, ну как на яде, не знаю, там поплавать. Максимум там течение в одну сторону будет. А тут прям аж пороги. Единственное, что я на этом по крафте, конечно, самую срань не лезу. Сейчас-таки стараюсь самые такие бурные места оплывать. Просто если тут прилипнуть с дырявым по крафтам, это будет прям грустно. Что-то меня похоже дождевая туча догоняет. Сзади тут радуется ко мне. Только что уже немножко дождь поморосил. Надеюсь, сейчас не сильно это накроет сзади. Ну течение, да, здесь течение вообще не сильное. Тут где вот порогов нет, на плесах, так вообще еле-еле иду. Калаветра 4 может разгоняю. На весле. Да-то не быстро довольно-таки. Какой отвал тут. И порог сразу. Вон какие камни здесь. И вот впереди снова красный такой отвал. Не, шикарная речка. Мне прям очень нравится здесь. Теперь мне хочется здесь сверхуев пройти. Я-то сейчас уже в самом низу реки. У меня до устья осталось. Километра полтора, наверное. Ну какая красота. Вообще красотыща. Блин, погода какая-то вообще капец. Что-то темно стало. Вон дождь прям идет. На нашем грозы не было. Ветер поднялся. Ждем-то прям мочит-мочит. Только что пролил дождь меня неплохо так. Под вымок вылезать не стал. Дождь не сильный. Но он такой, достаточно задержной был. Минут 15 шел. Именно вот не морось, а прям дождь. Сейчас вроде подзакончился. На самом деле я уже подплываю к устью. Где-то вот уже за поворотом должно быть устье реки этой. Где она впадает в более крупную реку. Красота. А вот и устье реки. Вон уже идет впадение другой реки. Удивительно, что здесь в конце. Уже в самом устье реки она прям такая порожистая даже. И вон даже перекат в самом-самом конце. Прикольно. Здесь по-любому полянка какая-нибудь есть. С костровищем. Да, даже на какой-то столик моего стоит. Дождь опять заморосил. Ну и вот вторая речка. Так она выглядит здесь. Ну вот по этой реке им плыть еще примерно столько же. То есть, ну где-то часа два. До этого места я сплавлялся час сорок. Со всеми рыбалками, чилами. Ну полтора часа, грубо говоря, можно. Мотор слышу. Кто-то плывет оттуда на моторе. Ха-ха. Прикол. Вверховье кто-то есть на моторе. Блин, нифига, здесь даже на моторе плавают, значит. Ха-ха. Какая-то цивилизация здесь. Но на самом деле, если я поплыву по этой реке в самый-самый низ, то я выйду, да, в цивилизацию. Но, блин, здесь там до дорог плыть-то, не знаю, километров сорок-сорок пять, может даже. Ох, погодка разгулялась. Довольно быстро прям. Буквально вот здесь минут. Все разъяснило. Солнце светит, пригревает, капец как. Еду-псыхаю. Хорошо, что не стал нигде вылезать из-за дождя. Выплыл дальше. Немного сократил времени, да. Подвымок его сейчас уже прям активно высыхаю. Буквально, я думаю, минут за десять высохну. Блин, круто здесь. Нравится, очень нравится маршрут. Ни хрена, сколько бабочек одинаковых. Вон их сколько здесь. Что они, честно, здесь делают. Синие такие. Вон их сколько. А меня тут немножко несет по течению. Здесь вот перекатик небольшой. Вообще развалился на покрафте. Вообще лежу практически. Ну, осталось не плыть метров пятьсот. И там уже будет точка, от которой до озер ближе всего. С реки. Сплав какой-то прям вообще шикарный сегодня. Вот погода разгулялась. Одно удовольствие путь стало. Ну, блин, здесь травы столько на берегах. Не знаю, как вылезать-то буду. Я еще планирую здесь же часа за обед приготовить на берегу. А то времени без 10-2 уже можно бы и на обед вставать на самом деле. Ну, в общем-то, все. Я приплыл. Вот мне, по идее, там вылезли. Но там берег ужасный. А вот здесь вроде нормальный. Так что я, наверное, здесь выйду. Здесь, как будто бы какая-то дорога идет, что ли. Опа! Жопа затекла, капец. Ну, все, я причалил. Ну, вот, поднялся с реки наверх. И здесь тропа. Причем вот здесь сразу же еще и скамейка есть старая. Это явно скамейка. Два бревна подвырезаны. И у них еще бревно. Сейчас я вот здесь костерочек сделаю. Я пойду посмотрю, куда тропы идут эти. В ту и в ту сторону. И это потому, что вот туда надо куда-то. Ну, вот забодяжил небольшой костерочек. Там у тропы рядом. Сейчас за водой сбегаю и буду готовиться. Ну, вот. Готов у меня мой обед. Костер уже залил. Чай кипятить не буду. Попью водички просто. Ну, все, сейчас можно поесть и выходить. Уже, на самом деле, собрал по крафту, пока готовилось. Так что мне осталось только поесть, что-то положить и можно идти. Лесто, конечно, есть другое совершенно. Смешанный. Завалов много я вижу. Ну, все, пообедал. Вещи собрал. И выдвигаюсь, выдвигаюсь. Иду искать дорогу на озера. Оба очки. Череп лоси лежит. Ох, какой. Красивый. Вышел я вот на такое болото. Наверное, пойду прям по нему. Возможно, будет идти немножко тяжелее, но здесь хотя бы я иду в одном направлении точно. Я не петляю по лесу между деревьев. Ну да, здесь довольно идти хорошо, поэтому пролечу участок сейчас довольно быстро. И шо? Мишаня! Зашел. Туда вот, куда-то. На горку. А мне вот туда все идти. Опа. А здесь как будто бы тропа. Вот идет. Возможно, здесь зировая. А все, не видать уже больше, наверное. А нет, видно. Вот. Вот она. И прямая, это как будто просека. Но засечек, зарубок такого вот ничего не вижу. А тропа есть. Здесь есть тропа. Есть. Вопрос, куда она ведет? Во-во-во. Есть и сесть что-то. Следов не видно, правда, нет никаких. Не-не-не. Есть следы. Старые, человечьи. Как будто бы. Во. Ну, похоже на мой след. А тропы-то уже не видать почти. Хотя нет, видно вот здесь. Похоже, здесь когда-то была тропа. Похоже, по ней когда-то ходили даже. Возможно, она будет не очень хорошо видна на камере. Но вот я глазами ее вижу. То есть угадывается где-то направление-то. Опа. А что такое? Вот и вон. Дорога какая-то. Здесь вот что-то видно. Валили лес. Да, вот какая-то здесь вешка. Висит. Просто же так это все здесь. Не, посмотрел. Тебешки меня не туда уводят. О, а вот эта тропа, кстати. А вот эта тропа где-то куда надо. Прикол. Но здесь давно никто не ходил. Очень давно. Но старая-старая тропа совсем очень старая. Немножко, я знаю, влево взять. И как раз к озеру пойти. Почти подошел. Где-то уже вот озеро рядом. 70 метров примерно. Блин, такие заросли сейчас преодолевал. Вы бы видели только. Срань капитальная, конечно, здесь. Так вот идти-то. Тропу давно потерял уже. Так, ну, напрямик валю уже давно. Вот опять здесь эти кусты. И херное, как их проходить тут. Вот как здесь идти? Интересно, как. Так, уголки за шеврот сыпятся. Шерпец, 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 лес. Так, ну вот озеро-то я уже просвет вижу. Потому что мы в озеро 30 метров, блин. А его не видать из этих кустов. О, в озеро вижу. Все, дошел. Ну не срань. Какая ж срань. Оно оно там. Впереди. Где-то. Вот он. Кое-как дополз. По берегу точно не пойду. Соберу покрафт. Сейчас на покрафте поплыву туда. Ну по нему он на самом деле дохера плыть мне. Оно прям большое. Ладно, сейчас собираю покрафт и поплыву. Время 3.45. За 35 минут дошел. Нормально. Ну все, я выплыл. Сразу скажу, на этом озере я не останусь на ночь. Я уйду на другое озеро. Ну вот сначала мне все равно надо это озеро целиком переплыть. Сейчас сейчас сижу немножко покидываю. Спинник. Что-то есть место такое прикольное. Думаю, вдруг какая-то щучка клюнет. На самом деле два окуня достал уже. Но они маленькие были отпустил обоих. На блесенку. На червя здесь не ловлю пока. На червя буду ловить уже на месте стоянки только. Сейчас еще пару минут откидаю этот заливчик и буду переплывать озеро. Вот очередной окушок, но маленький совсем. Хотя это покрупнее даже, чем те два у меня были. Таких отпускаю. В общем-то, выпал я в открытое озеро. Еду проверить три точки. Первая где-то вот там, вторая где-то там, и третья вот там. И причем на третьей точке там. Вот я вроде видел избу. Топлыла вот я до первой точки. Но у меня такое ощущение, что я зря сюда топлыл. Мне кажется, тут ничего нету. В любом случае, выйду на берег, посмотрю. Ну, а что-то... Хотя, может, и есть. Все, вот деревья-то спилены вроде. Короче, сейчас буду смотреть. Есть, да, кейс, нет, да, клачь поплылу. А, нет, стоит. Есть, тут все-таки. Старенькая избушка, походу. Да, стоит избушка-то, стоит. Старенькая-старенькая, но стоит. Беседка. Ой, все хорошо. Сейчас внутри зайдем, посмотрим. Кого нету. Это же бай. А, это, видимо, изба и бани в одном. Приколды, основной здесь хорошо, кстати. Выход к воде. А, о, еще. Вот изба-то где, походу. Ух ты, блин. Здесь хорошечно. О, отличная избуха. Вообще, отлично. Да, там реально баня была, значит. Прикольно. Еще круто. Здесь еще одно место. Шикарно. Да, избушка хоть и старенькая, но сочная оказалась вообще. Классное место. Ну, а я выплываю дальше, здесь рядом еще одна должна быть. Вот оплыка в тройсбе, она тоже есть. Вон ее видно, отсюда уже. И мостик такой вот, старый-старый. Сейчас выйду, посмотрю здесь, как. Так, вот она. Та же забор есть даже. Ну, вот такая вот тут бушечка. Все плакатами завешено. Здесь вот столик, еще не стол, кровать. Ну, человека на два, на три. Печечка есть. Не, внутри в избе хорошо. Здесь вот такой вот, как предбанничек, куча всякой посуды, тары и прочего. А здесь закрыто на замок. Вторая половина. Там баня, скорее всего. Здесь закрыто. Но здесь выбито окно уже. Кем-то. Вот. И заколочено изнутри. Вот избушка. Вот забор. А тут еще что-то есть. Еще какое-то строение. Сейчас вот уже глянем. Похоже, что изба еще одна. Никого нету. О! Баня старая, что ли. Да-да-да, баня. Дверь не открывается, аж вон как ушла. Фотография внутри вставлю. Аж не полезу в такую дверь. В общем-то, очередное неплохое место, честно говоря. Тоже все старое. Но при необходимости заночевать можно. Помыться в бане тоже можно при желании. Шикарное место в итоге получается. Ладно, еду дальше. Проверю еще третью точку. Пока два из двух. Вот избушка. По-моему, я ее видел. Судя по зеленому баннеру вот этому. Да, я вроде как ее видел. Но я про нее ничего не знаю. То есть я ее не собирался искать, вот эту избу. Я на нее случайно наткнулся. А которая хотел найти, а она дальше. Вот здесь тоже две постройки. Блин, а скажу, есть такие странные избы строят. Сейчас покажу, а потом ту. Ну, это прям хорошая изба. Прям классная. Внутри дровишки есть. Все хорошо. А совсем внутри вот так вот. Кирпичечка, кирпичики, две нары. Ну, человек на пять спокойно вообще. Избушка. Два окошка, довольно светло, хорошо. Замечательная изба. Пол есть. Потолок высокий, кстати. Я, наверное, здесь даже буду... Да, я в полный рост могу стоять. Ну, вот головой упираюсь в потолок. Но разгибаюсь полностью. Так. Значит, потолок ровно метр восемьдесят здесь. Прикол. Такая классная избушка. Замечательная. А сейчас покажу вот эту избу. Она странная. Место, кстати, ветреное. Продувается хорошо. Она прям на полуострове таком. Мне прям нравится на этом озере. Классные места. Вот здесь, я честно, не сам не понял, что это такое. Вот здесь вот так вот. То есть, что это... Ну, зачем здесь печь? Ну, ладно. Допустим. Вот там вот еще какой-то... Жилой отсек. Как будто бы. В общем, немножко странно, но... Пойдет. Баня. Туалет. А вон еще и два. И я... Вот ее я видел по спутнику. Вот Данеж тоже доплыву. Офигеть тут настроено. Это тоже. В одном месте. Но не все, по сути, четыре рядом. Охренеть. Ну, короче. Эта территория самая крутая здесь, походу. Только дом зашел, но уже охренел. Есть вот такая вот беседочка, типа. Честно говоря, я довольно херовом в состоянии. Это ее бы новое сделать. Было бы круто. И три строения. Раз. Два. Три. Давай я начну оттуда. Если еще не был. Есть то? Ага. Ух ты, блин, миска. Дверь не открывается, ничего не видно, темно. Сейчас фотку ставлю. Так. Дальше посмотрим второе строение. Мне кажется, это, наверное, должна быть баня. Честно говоря, все покосилось такое у них уже. А может, и не баня здесь хер его знает. Да, похоже, баня. Не похоже, а точно она. Ну и третий основной дом. Ну и третий основной дом. Начнем вот отсюда. Было заперто, естественно, но я уже посмотрел. Вот такая вот коморка непонятная. Печка стоит, но в печке вода. Вон, внизу видно, в поддувале. Все в воде, видимо, через трубу натекает сюда. Вот так вот я шкафчик. Не буду ползать, смотреть. Посуда есть. Столик, нары, стулья. Так, а во второй части уже гораздо интереснее. Такая веранда. Ну, как на даче, по сути. Есть вот вход. И изба. Но в этой избе самое удивительное, это печь. Что с ней такое? Я АХЗ. Вот что это за переходник такой. Интересный. Я это никогда не видел. Очень интересная. Такая избушка. Ну, шикарная тоже. На самом деле, подлаки высоченные. Тут вообще на полголову не выше. Здесь все прям классно. Все шикарно. Ну, прикольно, прикольно. Печка мощная, конечно, ничего не скажешь. В общем, на озере ветер сильный. И чтобы не оплывать полуостров, вот этот, где избавила предыдущая, я здесь по тропке сейчас обнесусь. Ну, сокращу время немножко. Потому что против ветра плыть сейчас вообще тяжело будет. А там уже как раз на другую сторону, куда мне надо. И там будет ближе. Вот. Так что я выезжаю с этого места прекрасного, опять же. Блин, шикарно вообще здесь настроились. Круто. Хочется Илюхе показать эти места все, конечно. Ух. Как-нибудь придем, я думаю. Как-нибудь придем. Блин, какое шикарное озеро. Мне что-то здесь очень понравилось почему-то. А вот какое-то такое приветливое, что ли. Какие-то такие все заливчики везде. Там полуострова. Очень красивое озеро. Прям вот классное. Как я рад, что я поехал в этот поход. Все-таки собрался, решился и поехал. Ну вот переплылое озеро. Сейчас я где-нибудь здесь буду выходить на берег. Собирать по крафт. И у меня будет последний пеший переход. Такой трушный. За этот поход. Скорее всего без тропы. Может и с тропой какой-нибудь. Здесь на вот один километр почти идти. И все. И по сути я буду уже на месте своей последней ночевки в этом походе. И оттуда завтра буду уже выбираться. Но там дорога вроде как есть. Довольно хорошая. Поэтому выбраться это не должно быть проблемой большой. Здесь как будто бы просика какая-то вперед идет. Наверное, здесь я вылезу сейчас. В общем, собрал рюкзак. Снова пересобрался. Блин, по крафту пихать надо целиком рюкзак разобрать. Реально. Потому что вроде как было бы сверху положить. Но вот пенки на которых я сижу. Сверху не прицепить никак. Соответственно, приходится все разбирать. Все вытаскивать. Вставлять сначала пенки. А потом снова загружать рюкзак. Все, выхожу с озера с этого. Времени уже, наверное, около 7. 6.35. Ну, нормально еще, честно говоря. Если бы подсечь тропуток, я в 7 уже был бы на нужном озере. А так, наверное, только по 8 буду. Ну, сейчас посмотрим, как дорога будет. Так-то вроде лес приятный довольно-таки здесь. Ладно, все, выхожу. Немножко камеру подзарядил еще. Уже камера садится. Сегодня наснимал что-то много. Все, пока. Озеро. Озеро вообще очень классное. Сюда можно замутить довольно шикарный маршрут зимой. Здесь довольно большой выбор по избам. И можно интересно провести время. Плюс еще можно сходить здесь, побродить по соседним озерам. Их здесь еще есть несколько. Так что... Маршрутик можно замутить здесь. Ой, я там что-то вижу впереди. Я еще на озере. Все, тропка. И куда-то она подводит меня. Что-то здесь есть. Уж не избушка ли еще одна? Лодка, лодка. Вот, рапа такая-то хорошее. Там, по-моему, из Басты. Лодочка. Ну, следов свежих нету здесь. Ну, какая шикарная дорога. Хе-хе-хе-хе. Да. Ну, плохо. По ней пойдем. А вот и озеро. Пока. Пока озеро. Классное. В общем, я посмотрел по карте сейчас. Эту дорогу слабо-слабо, но видно. И она меня выведет не на то озеро, куда мне надо, но на соседнее. Оттуда будет, на самом деле, проще добраться до того, наверное. Посмотрю. Дойду, куда выдает тропа это. Возможно, там просто будет сарай. Вот. Пока что иду по ней. Ну, идти более-менее хорошо. Местами жиденько, конечно, но в целом пойдет. Хотя бы не надо ориентироваться особо. Что, направление очень очевидное. Идешь и идешь. Следов, кстати говоря, не скажу, что много. Ну, вроде как, какой-то одиночный след есть. Человечий. Да, все верно. Подхожу к Среднему там озеру. Он уже его виден в триди в просвет. Стало 150 метров буквально. Сейчас зайдем, посмотрим, как здесь. Как здесь, что здесь. Да, вот она, вижу воду уже отсюда. Между деревьев. И шо? Так, ну, допустим, дорога между озерами этими есть. А дальше-то куда? Вот маленькое озеро здесь. Вот прям небольшое совсем. Кушинок немерено. Фан, ставиться здесь долго не буду. Пойду дальше сразу. Блин, тут опять эти заросли кустарника. Еще и подъем в гору. Причем подъем-то такой хороший, я, блин. О, вроде, почище становится. Тупо не заканчивается подъем этот. Нашел какую-то старющую тропу. Вот она идет. Но она отмечена за тезками. Значит, она точно куда-то идет. Вот она. Здесь все хорошо видно. До этого еле-еле нашел. Еле увидел. Да, вот затески есть маленькие. Куда-то, наверное, только выведет непонятно вообще. Потому что она идет как будто бы параллельно и между озерами. Опять же, мне главное выйти на озеро. Мне без разницы, в какую именно точку я выйду. Лишь бы выйти. Да уж, ну у меня и поход в этот раз. В поисках затерянных троп каких-то древних цивилизаций. Весело, весело. Шикарный поход. Прям шикарный. О, вышел на болото. Болото это уже интересно. Но здесь главное тропу не потерять. Ну, хотя здесь до озера осталось уже метров 150, наверное, от силы. А вот и оно. Дошел. Это озеро, куда я шел. Такие тут подъемчики-то, блин, местами есть хорошие. Сейчас еще и всплых будет. Вот оно. Вот оно озеро. Островов-то сколько. Всякою-нибудь выберу, заночу я на нем. Сначала я сейчас съезжу в избушку посмотрю. И потом буду искать как-нибудь остров на стоянку. Ну вот, третий раз уже за сегодня надуваю по крафту. И выплываю. Там, похоже, что-то на избе-то есть. Что-то плывет, он белый. То ли лодка, то ли хер знает что. Ну, я пока не вижу отсюда, что именно там. Но что-то движется. Не-не-не, я сейчас подплыву поближе немножко. Это реально белый. Это лебедь. Лебедь на озере. Шикарно вообще. А в Чиле где-то плывет там. Вот меня отплывает сейчас, да что-то. Вот он, летит лебедь. Летит лебедь прям в центре кадра. Какая шея огромная. Блин, ты красивый. Классно, что здесь. И я здесь. И мы оба молодцы. Блин, здорово. Так, вылез на берег посмотреть избушку. А тут кем-то насрана. Оп, оп, оп. Что по следам? Неужели Мишаня подходил? Как-то маловато какашки для Мишани-то. Для птицы вроде большие слишком. Опа, она. Изба, походу, здесь сгорела. Матрас он валяется ржженый. Есть тоже все какое-то такое. Да, похоже, сгорела она. Координаты вот эти. Видишь, что стоянка-то оборудована была. Да, была здесь изба. Избы нету. Пожгли ее, значит. Жалко. Я даже не видел, что за изба-то здесь ни разу не был. Не успел. Здесь он что-то еще стоит. Такое непонятное. Бутылки валяются. Какой-то брезент валяется. Лодка, по-моему, старая. Ну, в общем-то, здесь явно нет избы. Сто процентно. Ладно, поеду туда на остров чилить. Где я ехал сюда, по сути. Ну, может возникнуть вопрос, почему я все время на острове ночую. Если есть такая возможность. Ну, потому что меня там точно никто не потревожит. Ни люди, ни медведи. Там я никому не нужен. Туда никто не сможет забраться. Ну, и, считай, целый остров в том распоряжении. Тоже прикольно. Кстати, сегодня довольно облачно. Все-таки было весь день. Поэтому, скорее всего, сегодня будет замечательнейший закат. И я сейчас поеду ночевать вот на этот остров. Он как раз будет в первой линии. Сначала хотел вот на этом ночевать. Но, получается, что вот этот его закроет. И заката, возможно, я не увижу. Поэтому поеду туда, откуда сто процентно будет видно закат. Туда. Все, до плода острова вылез. Но тут бобры, конечно, постарались. Все, и бобра изгрызена, завалена. Все. Полострова в Болежнике. Ха-ха. Охренеть. С островами проблем точно не будет. Осталось, какое место под лагерь. Ну, здесь на самом деле хорошее местечко. Но негде развеситься. Все, пыхнул кастрик. Прямо на берегу. Вот сейчас солнце идет за тучу, кстати. Подвытягивать немножко. Ничего красивее будет, значит. Здесь лежало одно бревно осиновое. Он прям заклинило здесь. Прямо на нем развел все. Здесь какую-то валежную осину пельнул. На пару бревнов принес. Одну из воды достал. Вот солнце заходит потихонечку. Костерок горит. Ну, а я приготовил себе ужин. Сейчас буду ужинать. Ох, а там красиво. Гамак, кстати, повесил уже. И вот сейчас сверху классно. По деревьям свет идет. Красивый цвет какой. Ну, вот сейчас поем. И пойду порыбачу. Наверное, поплаваю немножко вокруг острова. Ну, в общем-то, выехал я. Половить на закате немножко. Такой вот красивый закат сегодня. Ну, честно говоря, сижу уже минут 25. Ни одной поклевки не видел. Реально не видел ни одной поклевки. То ли опарыши мне нравятся сегодня. Красота на улице. Короче, насиделся тут. Уже холодать начинает. Ни одной поклевки так и я не увидел. Поэтому еду в лагерь. Буду на самом деле спать ложиться уже скоро. Потому что времени без 20.11. Уже пора было ложиться. Лучше завтра часиков в 6 встану. Соберу лагерь. Позавтракаю. И поплаваю. Поищу где-нибудь рыбку здесь все-таки. Ну, все, что наловлю, домой заберут с собой. Хотя на самом деле это рыба плечется. Ее видно. Она прям плечется. Просто брать не хочет. Может, попарыш и дело. Ну, все. Завалился я спать. Времени где-то около 11. Вот это у меня третья уже ночь в походе. И только сейчас я вот слышу какую-то технику. А если быть точным, я слышу железную дорогу. До нее здесь километров 8. И я вот ее чуть-чуть слышу. Вот так. Фоном где-то вдалеке, вдалеке, вдалеке. Ну, а какие-то звуки цивилизации до меня доносятся все-таки. Ну, понятное дело, что все-таки далеко достаточно. И здесь места вполне себе дикие. Но вот немножко слышно железную дорогу. Еще у меня там вот такой закат. Красивейший. Догорает. Догорает. Также у меня костерочек небольшой там. На самом деле, надеюсь, завтра смогу его раздуть опять. Было бы хорошо, если бы он тоже не потул за ночь. По чуть-чуть шает. Ну, что, осина, она хреново горит довольно-таки. Шает и шает. И на том спасибо. Вот. Ну, а я, наверное, буду спать. В общем, до завтра. Утро третьего дня. Сегодня прекрасно спалось. Дождя не было. Слышу какие-то голоса на той стороне озера. Минимум два мужика каких-то. Так что больше я здесь не один. Ну, если буду встывать, готовить, потихоньку ем. Ну, и поеду покатаюсь, попробую половить рыбу. Озеро большое. Куда-нибудь сплаваю. Все, забодяжил кастрик. Вода уже кипятится под макарошки. Погодка сегодня, кстати, нормальная вроде. Тучки, конечно, есть темные, но дождя вроде не обещается. Судя по прогнозу, тоже. Все, завтрак готов. Вкуснотища. Вот, завтракал. Замечательно вообще. Начинаю пихоньку собираться. Там у меня еще вода кипятится с собой в дорогу. Ну, и сейчас буду выплывать уже минут через 20-25, наверное. Потому что воду еще охладить, наверное, чтобы бутылку перелить. Ну все, полностью готов к выезду. Бакрафт уже снаряжен. Костер подушен. Уже выезжаю. Класс, когда я спиннинг собрать. Ну все, пока островок. Я поехал. Так, мечтал сориентироваться, в какую сторону плыть. Потому что собираюсь сейчас идти под тот берег, откуда уже потом выходить. И под тем берегом прыгаю еще немножко. Что-то у меня такое ощущение, что я выбрал самый херовый остров для стоянки. Вот здесь вижу, поляна точно есть. На острове, хорошая. С хорошим выходом. А этот остров, конечно, здоровый вот впереди. Сейчас мне надо вот там оплыть, с той стороны. Там тоже вроде какой-то выход есть, какая-то поляна. Да и там поляна вроде есть. О, там не крыша ли блестит? Да, действительно, там на острове тент висит. И стоит даже палатка. Вот на том острове. Выходить не стал, так минимум проплыл. Походу здесь мужики и живут, которых я слышал с острова. В общем-то, подплыл я какой-то полянки. Здесь он плод рядом стоит. Он какой-то явно выход. И, честно говоря, я уже думаю идти домой. Блесну только что оторвал одну. На поплавочку тоже ни черта не клюешь, что очень удивительно. Что-то сегодня не то здесь вообще с погодой, видимо, не знаю из-за чего. Времени уже 12, я думаю, может реально выйти домой туда. Ну, без рыбы, вреда, какая разница. Ничего страшного. Просто если я в 12 выйду, то я дома буду только часов в 5-6, наверное. О-о-о, стемка-то вообще мощная. Аж стол со скамейками. Костровище. Тен даже какой-то есть, типа. Как будто все цивильно прям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Валеревка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну все, собрался я Вроде ничего не забыл И выдвигаюсь домой С этой стоянки Идти мне еще часа 4, наверное Это даже хорошо, если я за 4 часа дойду Там мужики, кстати, рыбачат Походу тоже из какого-то покраска что ли Или байдар, который покраска Что-то такое Издалека их видел Подъемы пошли Нормально, нормально здесь А, ну из-за подъема уже и дорога И все равно с собой не забудь потушить Не забываю тушу обязательно Каждый раз Подъемчик такой нормальный Ну вот В этой дороге я и уйду Прин до остановки Да, рюкзак-то с каждым днем Все легче и легче Если первый день было где-то тренажку То сейчас он килограмм, наверное, 10-11 Наверное, от силы Еды почти не осталось Хотя на самом деле Еще на день мне бы хватило еды Потому что я макароны наэкономил довольно-таки неплохо Вот эти макароны-то ушли в себя А пакетики там Греча, булгур, рис, по-моему, остался еще у меня На самом деле Раз тут такая шикарная дорога Что, кстати, очень неожиданно для меня Я, наверное, пожалуй Сейчас надену кроссы Да пойду в кроссах Еще буду в собаках париться идти тут Потому что идти в кроссовках Поудобнее хоть будет Да, дорога, конечно, здесь шикарная Так вот чувствую, что я иду где-то, не знаю, там Деревня вон за поворотом буквально На самом деле здесь просто лес валили не так давно Дорога-то от лесовиков осталась Сейчас здесь уже ничего не валят Никаких там деревней дальше нету И впереди особо тоже ничего нету Поглядываю грибы, но что-то их тут нету Ни хрена Ох ты, блин Мне сейчас туда Вот это срань Подъемчик-то серьезный, блин Очень даже мощный Ни фига тут все размывает Постоянно, видимо Это жесть И подъем-то этот жесть какой, конечно Как тут вывозили лесов, все хер его знает Такой-то подъем еще Все, он разъезжен, размыто Вот, подхожу к озеру уже, где буду сейчас обедать Немножко перекусывать, точнее Там, вон, вижу уже воду через деревья Там, правда, по-моему, кто-то есть уже Какие-то вопли слышу Поезд слышно хорошо, кстати, здесь Ну, здесь довольно рядом уже Железная дорога Буквально, наверное, километра два Осталось даже дышки Сейчас я на дорогу к озеру Источный должен быть подход хороший Не дойду Ну, это место туристическое У меня сейчас там много развали Значит, как-то ни разу здесь не был Вот, видите Сейчас я тут иду посмотрю Почему так всем нравится здесь О, костром пахнет Ого, сильно пахнет Где-то костер жгут Ну, вообще, там поляна занята была Да, видимо, основная Дуба ходит о тропе здесь До берега Озеро красивое, конечно Да, ничего не скажешь Но любно очень Там минимум две компании уже С палатками, с костром Даже два гамака весят каких-то Дошел по лямку Обе иду Готовить ничего не буду Так чисто Сухарями, шоколадкой Вот, посидел на этой полянке Иду дальше на выход Блин, надо было на эту полянку Придеть здесь, чилить И вообще, вон, какая красотища Хе-хе О, тут развалин оказывается-то Шлагбаум какой-то Ну, вон уже за деревьями видно железную дорогу Сейчас иду вдоль нее По грунтовочке какой-то такой вот Так, ну где-то здесь, наверное, сейчас буду перелезать Может, дышку Ну, что, вот она Да, вот проход есть какой-то Мне на ту сторону надо, в любом случае Вот и задашечка Вот она Так, мне надо вон ту дорогу Которую внизу Сейчас, дукуем, спуст, спущусь Ну, все, вот, я спустился с железки Вышел на дорогу Минут за 20 должен дойти до домов уже, наверное На самом деле, я думаю, здесь можно закончить уже видео В общем, поход прошел замечательно Шикарный, я бы сказал На самом деле, наверное, это самый Ну, самый крутой, самый насыщенный Одиночный поход у меня в жизни вообще Четыре дня в тайге 70 километров пройдено Пешеводным Вообще классно Места были относительно дикие Очень понравились локации, в которых побывал Прям шикарные места Надеюсь, еще побываю здесь в этом году Может быть даже Вот, ну и, наверное, на этом все Спасибо, что смотрели Спасибо за лайки, за комментарии За подписки на канал Ну, наверное, до следующих видео Следующее видео уже будет, надеюсь, скоро По крайней мере, поход следующий У меня запланировано уже через буквально пару дней В общем, до следующих видео Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!